Включаю запись. Я включил запись, друзья. И у нас начинается вечернее заседание понедельника, которое начинается в 16 часов. Сейчас в 16 часов одна минута. У нас 31 участник. Первым выступающим у нас сегодня будет... У кого-то там почему-то звуки какие-то там раздаются. Первым выступающим у нас сегодня будет Александр Георгиевич Парахонов. Ну и подход к созданию реакторов. Саша, пожалуйста, тебе слово. Вот как-то включился, но какая-то странная узенькая полосочка получилась. Так, вы запустили демонстрацию экрана. Ну, я запустил. Так, вот расширяем. А, вот, вот сейчас нормально, да. Кстати, там Тимирбулатов подключился, твой любимый, так? Это мой или не мой, их два, Тимирбулатов. Ну, не знаю. Один из них, Валерий, Валерий, который. Нет, это Валерий. Это твой тезка со мной работал, молодой ученый. А, этот, этот, да. Я думал, что это тот Пархомовский. Я тебя удивился немножко. Ну, ладно, слушаем Сашу. Ну, вот, этот доклад, он об экспериментах. Но эти эксперименты навеяны идеями, о которых я уже говорил, что многие знают, которые, может быть, кажутся кому-то слишком смелыми, но на самом деле в них ничего нет, чтобы не было бы уже в рамках существующих научных знаний. Это, значит, идея о том, что в ядерных информациях на самом деле участвует нейтрино. В последнее время, значит, стало более-менее достоверно и известно, что масса нейтрино меньше одного электронного вольта и, по некоторым данным, меньше 0,28 тонн вольт. А если это так, вот эта энергия, она сопоставима с энергией теплового движения частиц. Поэтому можно предположить, что если, значит, температура будет достаточно большой, то частицы будут сталкиваться с достаточно большими энергиями и будут генерироваться нейтрино или антимейтрино. Но это по аналогии тому, как генерируются другие частицы. Например, частица электрон-панетрон генерируется, возникает, если энергия вкладывается там один целый с небольшим мегаэлектрон-вольта. А здесь достаточно совсем небольшой энергии. Вот смотрите на графике, показано, значит, доля частиц, энергия которых больше 0,5 тонн вольт. Это энергия, которая будет становиться достаточной для генерирации пар нейтрино или антимейтрино. При температуре 1000 градусов, она еще очень маленькая. При 2000, она уже где-то одна десятая, 10%. При температуре где-то 5000 градусов, уже половина сталкивающих частиц имеют энергию такую 0,5 тонн вольт. Ну и так далее. И она стремится к единице. При большой энергии все столкновения достаточно энергичны. Ну, сталкиваются частицы разные, но чаще всего сталкиваются электроны с атомными металлами. В кубическом сантиметре металла порядка 10-36 степен столкновений в секунду происходит. Столь высокая частота столкновений приводит к появлению огромного числа нейтрино и антиметрино даже при очень малой вероятности их образования. Возникшие нейтрино и антиметрино могут взаимодействовать с ядрами окружающего вещества. Еще важно знать, что длина волны Дебройля, возникающих частиц, порядка 1 микрометра. Это означает, что область взаимодействия охватывает огромное число атомов, что делает возможным трансформацией, охватывающей множество атомов и ядер, в результате чего даже маловероятные проценты становятся значительными. Ну, какие могут быть ядерные трансформации? Отвечаясь, тем нейтрино. Ну, если нейтрино, там, значит, электроны участвуют. Самое простое, это перегруппировка нуклонов с поглощением электронов. В отличие от нейтрино больших энергий, где оно может реагировать только с одним, даже не атомом, с одним ядром, здесь взаимодействие охватывает сразу несколько атомов. Поэтому вот в последнейшем случае охватывается два атома и получается два других атома. если энергия, значит, если это сопровождается выделением энергии, значит, нейтрино, даже очень малая энергия может произвести такую реакцию. Вот был компьютерный расчет возможностей вот таких вот преобразований. Он обнаружил очень большое число таких возможностей. 7 тысяч вариантов таких ядерных трансформаций обнаружено только для преобразований из, значит, стабильных ядер, стабильных, с чем мы и сталкиваемся, вот, когда занимаемся экспериментами в области леда. Ну, это так общие слова. Вот, например, что у нас, у нас очень много кальция возникало и в коронде, и в кварцах наших ядерах, ну, и в других ядерах. Ну, с чем это может связаться? Ну, вот, смотрите, нейтрино действует с алюминием и кислородом, и электроном. Получается кальций. И сопровождает выделение нежности. Ну, если антинейтрино действует в взаимодействии с кремнием и кислородом, электроном, получается тоже кальций и, значит, водород в этом случае. Ну, это, я очень кратко, я сказал, но это все опубликовано в журнале ЖФНН. Кстати, вот, там опубликована, помимо самой статьи, еще интересная дискуссия с Владимиром Гусонским, это известный киевский ученый. Ну, еще, кроме того, вот здесь вот вверху вы можете увидеть значит, эта статья переведена на английский язык, можно его почитать по-английски, и, значит, тоже она опубликована вот на нашем сайте, в сайте Лены Светлого. Ну, что это, это вот, что очень важно, что эта гипотеза, она позволяет объяснить не только какую-то одну сторону, значит, явления, а она объяснит целый комплекс со скоростью Глебра. Ну, вот, необходимость нагрева до температуры порядка 1000 градусов и выше, то есть сообщение частицам вещества энергии не меньше десяток долей и кроме 8. Ну, это вот было видно из той кривой, которую я показывал. Необходимость достаточно плотной следы, чтобы было достаточно много, значит, чтобы было возможности беспокоения атомов достаточно много. Ну, и как вы видели, вот объясняется восстановление большого разнообразия нуклидов не только в топливе, но и в окружающем веществе. Вот поначалу, как мы с этим столкнулись, это было для нас довольно удивительно, что топливо как раз мало меняется, а все изменения происходят вокруг. Ну, можно также объяснить отсутствие или маленьких интенсивных жестких ядерных излучений. Ну, это, кстати, сейчас мы не будем на этом останавливаться, но это так. Ну, и что очень важно, вот в ядерных преобразованиях с участием нейтрина нет проблем и клоуновскому барьеру. Там работают не два сталкивающихся ядра, одноименно заряженных, которые отталкиваются, а здесь работают положительно заряженные ядра и отрицательно заряженный электрон и нейтральная нейтрина. Значит, смотрите, еще что очень интересное. Источник вот этого вот нейтрина и антинейтрина, то есть вот этого агента, который вызывает ядерную смутацию, горячий металл или плотная плазма, то есть плотный металл, это понятно, металл мы рассмотрели, но также очень много всталкивающихся электронов, понятно, в плазме. Но должна быть плотная плазма, которая, например, возникает в электроразряде, в жидкостях, возникает плотная плазма в электроразряде. Этот источник можно отделить от топлива, то есть вещества, где происходят сами ядерные трансформации. Это открывает возможность для осознанного конструирования высокоэффективных лимонреакторов. До этого мы как-то вот все пикались наугад, а тут уже появляется некое осознание. Вот смотрите, традиционная схема. Топливо нагревалось. И топливо было окружено теплоизоляцией, ну или находилось в какой-то среде, которая служила теплоизоляцией и одновременно она выполняла функцию осоза тепла. Если мы увеличиваем теплоизоляцию, то, конечно, легче нагреть топливо, но тогда и мы не можем снимать большую мощность. А вот теперь возникает идея о том, чтобы строить реакторы по-новому. горячий металл или плотная плазма, источник агента, который вызывает трансмутацию, находится внутри теплоизоляции. Поэтому можно нагреть именно вот этот источник высокой температуры без больших затрат энергии. А топливо находится на периферии. И поэтому легко снять энергию. Смотрите, вот мы слышали, конечно, о реакторе Мизуна. Удивительный вот этот японский исследователь, который создал реактор совершенно непривычной конфигурации. Вот смотрите, этот реактор, он обладает очень хорошими показателями. ТОП до 10 при большой мощности проработал он больше трех месяцев. Может быть, у него уже есть более совершенные установки. Вот что здесь? Видите, вот топливом является никелевая сетка, покрытая слоем полазием. Она прилегает к наружному корпусу реактора. Нагреватель не касается вот этого самого топлива. Она находится внутри. И здесь находится разреженный газ, который служит неплохим теплоизолятором. Собственно, вот здесь реализована та схема, о которой я говорил. Но на самом деле даже в бытовых устройствах вот этот вот конструкт реализует. Ну, смотрите, вот в электрической лампочке есть нить вольфрамовая, которая накаляется до очень высокой температуры. Дальше вокруг нее теплоизоляция, вакуум или тяжелый газ, который плохо проводит тепло. И, значит, колба, оболочка стеклянная, которая может служить топливом, по сути дела, или можно отружить еще дополнительным топливом. Ну, вот в экспериментах были использованы разные вот такого типа лампы. И все они показали при достаточно высоких температурах тепловой коэффициент больше единиц. Ну, что очень важно. Вот именно температура вольфрамовой нити является тем параметром, которым можно характеризовать работу такого рода устройства. А ее в лампах довольно просто определить, потому что температура вольфрамового провода в зависимости от однозначно зависит от ну, хорошо известна зависимость температуры вольфрама от зависимости сопротивления вольфрама от температуры. И вот на эту зависимость можно Мы можем определить температуру таким образом. Измеряем температуру нити при полностью температуре, потом измеряем в рабочем режиме напряжение. Если мы делим напряжение на ток, мы определяем сопротивление нити. Относя это сопротивление к сопротивлению при комнатной температуре, мы по такому графику определяем температуру. И что хорошо, если мы сопряжение не разделим на ток, а умножим на ток, но мы определяем мощность, которая потребляется лампой. Собственно, все параметры, которые нам нужны. Было использовано несколько различных ламп, в частности лампы накаливания, обычная лампочка накаливания, такие вот в виде трубочки галогенные лампы накаливания. Вот смотрите, вот это вот такой вот очень простой, по сути, калоинек, сосуд дюара, наполненный водой, и в эту воду погружается вот объект, в котором надо измерить теплое воздействие. Но здесь имеются электронные червоны, которые зависятся в градусах температуры, имеется измеритель напряжения тока и мощности, и еще имеется секундомер. Ну вот этого вот, по сути дела, достаточно для проведения метрических опытов. Еще очень важная деталь, вот видите, хвостик такой торченый, это мешалка. Если на конце этого провода находится такой лепестокик, когда мы солеблем эту проволочку, вода перемешивается, иначе тепловое равновесие наступает очень нескоро. И мы не можем определить точную температуру в среднем по воде. Ну, как неудивительно, вот это вот простое устройство, с которыми, в общем, малыватурных работах еще в школе имели дело, позволяет получать, пожалуй, даже самые точные результаты. То есть при перегрузочных измерениях разрушалось результатов и превышало одного процента, если, конечно, все делать аккуратно. Ну и вот смотрите, что получается. Вот здесь вот уже обработаны результаты тепловой коэффициент, как он меняется. Вот пока температура нити невысокая, там до 2000 градусов, тепловой коэффициент мало отличается от единицы. А вот при достижении температуры 2200 градусов начинается быстрый подъем и достигает, в данном случае, смотрите, 13%. Ну, вот другая вот эта вот галогенная лампочка, аналогичная картина. Смотрите, вот пока температура не слишком высокая, тепловая, коэффициент около единицы. Когда мы переходим за 2200 градусов, наблюдая веский рост. И потом, что в отличие от этого случая, мы просто здесь, видимо, не дошли, перегорела лампочка. Здесь уже мы дошли до температуры свыше 2600 градусов, а здесь наблюдается уже не рост, а наоборот, некоторое подъемное. Но об этом мы еще поговорим, потому что это вообще для такого рода реакторов, и вообще вот в тех реакторах, с которыми мы работали, как раз вот такая костяга получается. Хочешь, увеличивает тепловой коэффициент, повышая температуру, доходим до какого-то предела, она вдруг начинает снижаться. Ну, что вот здесь в воде, что здесь может происходить? Ну, какие реакции? Ну, может быть, происходить ядерные трансформации в самой воде. Вот видите, если одна молекула воды может превращаться просто в другой затоп кислорода. Здесь затоп 16, а здесь затоп будет 18. Если две молекулы воды, она может превращаться в арбон. Если три молекулы воды, она может превращаться в железо. Ну, может быть, именно поэтому вот в Ващаево получалось железо, и у Година получается. Ну, еще из тепловыделения может происходить в самой кварцевой трубке, в тепле, в окружающем. Вот эту вот лампочку, там есть и кремний, там есть кислород, ну, конечно, есть электроны, и в результате получается кальций и пилобород. Кстати, что интересно, вот кремниевые, вот, вот, кварцевые трубки, они, значит, очень быстро при работе в таких реакторах становятся такими мутными, рыхлыми. Ну, может быть, как раз это связано с тем, что у них водород накапливается. Вот еще один реактор, уже без вазы, вот, здесь вот, смотрите, вот трубочка, вот такая лимонная, значит, лампа накаливания в виде трубочки, она размещена внутри, внутри контейнера, и этот контейнер имеет две стенки, не можно туда насыпать различные вещества. А мощность тепловыделения определяется по вырастанию температуры воздуха, омывающей сельный объект. Вот у нас имеется такой саларин. Значит, труба диаметром 20 сантиметров, окружена теплоизоляцией, с одной стороны, значит, вентилятор вдувает воздух, дает стабильный поток воздуха, с другой стороны, значит, воздух выходит, имеется дифференциальная термопара, и по этой дифференциальной температуре, по известной температуре, можно определить, значит, какая мощность выделяется внутри. Ручное измерение показывает, что можно определять мощность от 100 ватт до 2 кВт с погрешностью, но не выше 3%. Несмотря на такую простоту, устройство каларин, что, на удивление, хорошо работает. Вот, смотрите, значит, вот этот вот контейнер, в который можно сыпать разные вещества. Ну, как обычно, вот даже пустой контейнер, он дает определенные, значит, определенные выточные тепловыделения, ну, может быть, за счет того, что в кварцах происходит или в нержавеющей стали. Вот, смотрите, когда мы насыпаем в контейнер тетрабаратлетие, вот эффект становится значительно больше. Сюда тепловой коэффициент достигает, ну, почти полутора. Но потом, смотрите, опять начинается снижение приборной температуры. Вот, ну, что интересно. Смотрите, вот здесь вообще нет водорода, а тем не менее, эффект хороший наблюдающий. Значит, вот все-таки, вот здоровье не является обязательным атрибусом вот такого рода явления. Ну, вот почему вот появляется этот хвост? Смотрите, если мы будем исходить вот из нашей идеи, что из выточного тепловыделения связано с нейтриной, которые возникают в столкновениях, вот из тех, кто при упалке в столкновениях частиц, то вот, значит, избыточное тепловыделение, оно растет, но потом должно выходить сюда, так сказать, на плату. А мощность, требуемая для нагрева, возрастает очень быстро. В основном, при температурах таких вот высотах, работает тепло, теплообмен осуществляется в основном за счет излучения. И работает формула Стефана Ботсмана, то есть мощность, потребная для нагрева, возрастает пропорционально четвертой степи. Поэтому мы увидим, что, значит, если у нас мощность резко возрастает, то даже частиц, избыточное тепловыделение, она растает, опять, плавно. Поэтому получается, что при достаточно высоких температурах начинается уже снижение теплового коэффициента. Мощности требуется очень много, а, значит, эффект от этих трансмутаций, эффектов, оно нарастает, нарастает медленно. Ну, еще вот один теплориметр, один теплянный сосуд чистой водой или раствором каким-то окружена. Вот такая голоденная лампочка трубчатая, ну, и сколько здесь лампы, мощность 300 или 150 ватт. И измеряется скорость уменьшения веса за счет осуществления воды. Ну, и этот третий тип, третий тип калориметра тоже показал наличие сбывочного тепла. Вот, в телах, значит, где-то 8-9 процентов, и вот в растворе, значит, вот эта пара вещества, вонаде, как он называет, неважно. Значит, наблюдается даже эффектиент 1,18. Ну, и что интересно, вот можно делать анализ вещества, которые здесь образуются в растворе. И этот анализ показал, что процессы работали, не менее, действительно, меняются или нет, не сосуды. Но я об этом расскажу в докладе, который уже делается. Ну, это, конечно, вот эти вот лампочки, они, вот, интересно, с той стороны, что они очень доступны, и каждый может какие-то эксперименты повторить. Но проблема в том, что нить накала очень маломассивная. Она имеет массу около, примерно, где-то порядка 100 миллиграмм. Поэтому, несмотря на то, что температура может быть высокая, все-таки эффект не получается очень большой. Вот мы увидели максимум, у нас получился полтора, чего удалось дать. Ну, интересно вот создать реактор, в котором нагревается большой образец механический. Ну, вот это старый тип реактора. Мы ухрели прямо с топлива, и я уже рассказывал о том, какими недостатками обладает этот реактор. Потому что теплоизоляция, она, для меня, ограничивает возможность снятия тепла. Вот, а конструкция, вот, которая новая уже испытывала. Образец металлический, металлический стержень нагревается при помощи вольфрамового нагревателя. Это окружено теплоизоляцией, что позволяет уменьшить мощность необходимой для нагревания. А само топливо, то есть существо, с которым выделяется его вытащенное тепло, находится снаружи, и от него легко отводится тепло. Вот, ну, вот этот реактор под названием С1, я о нем уже рассказывал на предновогоднем семинаре в Университете Дружбы Народа. Ну, здесь вот удалось разогреть железный телен к массе 60 грамм до температуры, ну, где-то, ну, почти до температуры, а потом даже и до температуры плавления. Ну, это 1560 градусов. Ну, при... А сейчас вот так на совещании... Да. Да, извините. Ну, смотрите, вот как тут происходит. Вот, что интересно, уже при температуре 800 градусов наблюдается довольно большое избыточное теплоуделение, которое непрерывно растет, и вот мы доходим, примерно, до 1500 градусов. Ну, дальше уже он начал разрушаться, дальше нельзя будет. А вот тепловой токсцент растет, растет, а потом уже он перестает расти. Ну, может, я уже говорил, почему, почему вот это вот происходит. Это вообще характерно для всех реакторов, которые мы испытали. Ну, вот еще один реактор, который мы испытали. Здесь используется для нагрева не вольфрамовая спираль, а микорбит-кремниевый нагреватель. Эти микорбит-кремниевые нагреватели, они имеют, так сказать, в нужные отверстия. И вот это отверстие был насыпан в порошок вольфрама, и таким образом можно было нагревать его до более высокой температуры. Вообще-то арбит-кремниевые нагреватели, они очень для этого подходящие. Вот. Ну, и здесь вот имеется термопара, имеется вот такая теплоизоляция, используется из пирамиды, а в качестве топлива используется не пилипиновая сетка, уже даже без порошка, которая предварительно была насыщена влагородом. И таким образом был сделан реактор. Ну, вот этот реактор в работе. И что мы... Он производил до киловатт избыточной мощности при тепловом пристанте до 2,1. Ну, вот видите, как это происходило. Вот это избыточное тепловыделение появилось где-то при температуре 1100 градусов. Ну, вот оно. А при температуре 1650 примерно, оно уже привисело. А вот это 2,2. Вот. А этот тепловой пристанте, он опять рассматривает. И начал опять выпалащить. Еще просто полу пристанте. Ну, вот, собственно, вот можно уже обобщить то, что и особо. Выдвинута гипотеза генерации нейтрено-антиметринных фар при сопровождении частей вещества по температурах нескольких тысяч градусов. Особенно интенсивная генерация должна происходить в металлах и плотной плазме. Возникающие нейтрины и антинейтрины могут возбуждать экзотермические ядерные реакции в окружающем веществе. Источник нейтрина-антиметрина, горячая металла или плотная плазма, нужно отделить от топлива вещества, где происходит ядерная трансформация. Это открывает возможность для темперирования высокоэффективных реакторов. Испытаны несколько реакторов в основном, в каком подходе. Для измерения мощности тепловыделения использованы три типа калорийных. Во всех реакторах при достаточно высокой температуре металлического сердечника обнаружено выделение тепла сверхзатрачиваемой электринной. веществе, окружающем область с горячим металлом обнаружены изменения элементов из заходного состава, что подтверждает ядерно-физический характер наблюдаемых эффектов. Но об этом я расскажу завтра. Ну и еще вот такое дополнение. Вот этот вот интерес нейтрина малых, очень низких энергий, он не случайен. Я этим занимаюсь уже на протяжении почти 20 лет. Об этом вы можете прочитать в моей книге. Недавно вышло второе издание этой книги. Вы можете его приобрести в издательстве Озон. Ну, здесь тоже недавно вышло издание моей книги на английском языке. Это тоже, значит, в зарубежных случаях может быть интересно. И можно приобрести в издательстве Озон. Ну вот, после такой рекламы я могу закончить свое обсуждение. Спасибо, Александр, за презентацию. Отключи, пожалуйста, свою презентацию. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, принимайте руку. Цветков, да, тут его только надо будет включить. Вот тут, конечно, такая вот фигня, что... Ало, можно слышно меня? Кто-то говорит. Кто-то говорит. Цветков. Цветков, слышно прекрасно, здорово. Дайте задавайтесь. Приветствую вас. У меня парочка вопросов по вашему докладу. Вопрос первый. Что вы подразумеваете под топливом? Что это такое? Топливом может служить буквально каждое вещество. В каждом случае что-нибудь находится, что может при группировке нуклонов может давать выход в энергии. И образование элементов изначально оттенки. Понятно. Второй вопрос. Вот в последних реакторах вы там аргон с водородом смесь запускаете? На что? Она где находится? На топливе? Снаружи? Внутри? Ну, эта конструкция герметичная и она наполнена вообще-то там интересен водород, конечно, но водород обладает очень высокой холодностью. Поэтому в смеси с аргоном тепловодность резко снижает. Их уменьшаются затраты на разогреве. Поэтому соответственно увеличивается тепловодность. А какое соотношение между ними, скажете, процентов? Ну, в данном случае было процентов 10, насколько я понял, водорода, энергии. То есть водород мог с топливом, как вы говорите, контактировать, да? Ну, конечно, конечно. Все, спасибо. Да, нефтили, дорога это хорошее, топливо. Но оказывается, что многое другое тоже может связать топливо. Необязательно даже с водородом. То есть аргон это только в качестве для того, чтобы теплопроводность уменьшить все это. такой был замочи. Понял вас. Все, спасибо. Спасибо. ну вот, Пончелега хочет задать вопрос. Виктор, задавайте. Александр Георгиевич, году в 15-м я вас спрашивал ваши эксперименты с телескопом, где вы тоже неэтренно пытаетесь фокусировать на бета-распад. Является ли это тем же самым агентом, что в низкоэнергетических ядерных реакциях? То есть сейчас вы отвечаете да? Не слышно, включите микрофон. Александр, включи микрофон. Что-то тут у меня сбилось, наверное. Так. Саш, включи микрофон у себя. Микрофон выключен. Защи меня. Где? Георгиевич все включил. Ну что, меня микрофон не вопрос задали, отвечай. Это вот является ли значит то, что приходит из космоса тем же самым агентом, да? Да, то есть там обратные бета-распады и в данном случае, как вы сейчас на это ответите? это один и тот же агент, но дело в том, что, конечно, то, что приходит из космоса, оно не может такие мощные киловаттные процессы это совсем на другом уровне происходит. А вы не пытались фокусировать точно так же, как и тот агент? Длину волны определить? Нет, нет, пока еще до этого не дошло. Он располагал то, что называется топливом вокруг, там уже как фокусируется, так и фокусируется. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. У Чепелева есть вопрос, пожалуйста. Вопрос краткий. А вот правильно ли я понимаю, что из ваших исследований вообще говоря вытекает, что плазменные, например, реакторы технологии, они менее эффективны, так мягко скажем, поскольку плотность, там даже, как вы видите, плотной плазмы, она просто несопоставима плотностью металла, да, и число столкновений, там, соответственно, то есть, получается, вот, греть порошок, это правильно, а с плазмой это неправильно, или нет? Если вот такая плазма, которая, например, в этих газосветных трубках, или там плазма низкой плотности, то здесь вряд ли можно ожидать больших эффектов. Но вот плазма, которая происходит, например, в установках электроплазменных, где электроразряд пробивает жидкость, вот эти установки там Бажутова, или наши установки типа дятел в жидкости, или установки, которые демонстрировал Климов, там вот действительно плазма, возникает в первоначальный момент действительно плазма возникает очень высокой плотности и высокой температуры, поэтому там эти процессы хорошо идут. Понятно, спасибо. Можно вопрос? Вопрос, да, Евдокимов, задавайте вопрос. Александр Георгиевич, добрый день, рад вас видеть. Вот вопрос следующий, вот количество топлива, вот как играть? Минимальное какое нужно количество топлива или максимальное вот как влиять на выход на тепловыделение? Количество топлива само, вот как вот оно вот? Ясно? Я думаю, что чем больше вас, тем лучше, и чем ближе она находится к источнику, тем лучше. То есть, вы хотите сказать, есть связь, пропорциональность, может быть, а может нелинейность с количеством топлива, да, и выхода тепла? Ну, да, я думаю, что чем больше, допустим, грамм на квадратный сантиметр топлива, тем больше выход тепловой. То есть, увеличит вероятность этой реакции, что получается, как бы, да? Ну, вероятность реакции там маленькая, поэтому можно эффект наращивать, ну, либо более эффективное топливо, либо маски большие топлива. Довольно два пути. Ну, и, конечно, как можно более массивный источник, вот этот нагреваемый металл, и как можно более высокой температуры. ответ получен. И вот у Наталья Климова вопросы. Александр Григорьевич, интересный обзор. Спасибо тебе, так сказать, за последние экстрементальные результаты. У меня, как всегда, значит, один вопрос, остальные я переношу на дискуссию на круглый стол. Вот все-таки всех интересует, ну, конечно, побольше значения 10, 20, 400, как вот это было в некоторых экспериментах. Ушал. Говоришь, один и два. Ну, и чего? У меня конференция сейчас идет, я покажу. Прости, все, все. очень плохая связь какая-то. Поднять этот кок. Способ поднятия кок. Ну, я думаю, что самым лучшим способом поднятия кок является улучшение качества теплоизоляции вот между вот того источника, который дает агент, который вызывает консультации. Ну, лучше, чем вакуум, вакуум в лампе там не сделаешь, наверное, теплоизолятор. Значит, надо использовать не вот эти вот керамики, хоть даже пористые, а надо использовать экранно-вакуумную теплоизоляцию, я думаю, и здесь можно очень малой мощностью нагреть до высокой температуры, и поэтому кок будет большой. Но пока у тебя вот один и два, к сожалению, не очень большой. Нет, ну, видишь, 2,4 там уже получилось. Но это же не 20 и не 200. Как сделать 200? Делать 200. Вот, видишь, у Низуна уже 10. По такому пути, знаешь, как он вообще вышел на эту конструкцию, совершенно вообще независимо все пришли коксиншек. Ладно, спасибо, до круглого стола. Так, вопросов, а, есть угоденный вопрос. Да, Сергей, давай, пожалуйста. Александр Георгиевич, маленький вопрос. Вот как долго работают ваши реакторы? Да, да, это больной вопрос. Ну, вот один из реакторов у меня проработал 7 месяцев, это произошло, я бы сказал, довольно случайно. Значит, попытки повторить эту конструкцию, они не привели к такому же хорошему результату. Вот, те реакторы, о которых я рассказывал, они проработали где-то в пределах 10 часов. А что потом с ними происходит? Что? Что потом происходит с ними? Ну, вот когда они окружены, когда они находятся в кварце, в кварцевой трубе, две причины. Первая причина это перегорание вождалного нагревателя, самое часто. И потом, если, значит, достаточно долго работает реакция, то разрушается кварцевая труба. То ли она разрушается из-за того, что она начинается перекристаллизация в кварцев и становится рыбой. Ну, или, вот как я говорил, может быть, там в результате консультации накапливается водород, который тоже делает его рыбой. То есть кварцев он никогда не держит работы до таких условий. Это же, собственно говоря, конструкции вашей газонаполненной лампы были у вас, да, ведь? Ну, там азот, насколько я знаю. с ВАКУМ не пробовали работать? Ну, понимаете, вот с марта месяца я сижу в самоизоляции. все понятно. Многие эксперименты, которые я показал, они были вот здесь. Уже есть идеи, как чего делать, есть возможность этого делать, но пока вот видите, нам вообще уже запретили после 65 лет на улицу выставываться. не будем как-то преодолевать. Ладно, не будем плакать по этому поводу. Это уже к нам отношения прямого не имеет. Спасибо за комментарий. Вопросов, насколько я понимаю, больше нет. Вот. Поэтому поблагодарим Пахомова за презентацию и за выступление и будем готовиться к другому выступлению. А другое выступление это выступление Михаила Юрьевича Марино, который Михаил Юрьевич, давайте запускайте свою презентацию, потому что у нас там предыдущие товарищи, которые должны перед вами выступать, они почему-то не пришли. Слово предоставляется Марину Михаилу Юрьевичу. Так, вы видите мою путь? Мы видим газодинамический сонатор. Так, все, сейчас я переключаюсь на большой экран и готов к докладу. Значит, уважаемые коллеги, в прошлый раз я рассказывал про наши некие газодинамические технологии, конкретно про электрический разряд, хитрый электрический разряд в различных газовых средах в высокоскоростном газовом потоке. И прошлый мой доклад касался разряда в водороде и его всевозможных смесях. Например, аргон, дейтерий и все такое прочее. В этих в этом случае, в этих средах мы видели эффект, который соответствует холодному ядерному синтезу или низкотемпературных энергетических ядерных реакциях, таких как увеличение температуры, нейтроны и прочие вещи с КПД от двух до пятерки. Сейчас я вам хочу в нынешнем докладе рассказать о другой возможной области применения подобного типа скатразряда. Это когда в качестве воздушной среды в таком скатразряднике используется обыкновенный забортный воздух, без всякой подготовки, без очистки, без прочей технических ухищрений. В этом случае мы наблюдаем тот же самый наш скатразряд особо я хочу подчеркнуть. В этом случае мы наблюдаем такое интересное явление, как высоко эффективная генерация озона и активного кислорода, атомарного кислорода. В первую очередь для практиков возникает вопрос, зачем и кому нужен озон в такой ситуации и зачем нужен активный кислород в такой ситуации. В чем отличие сразу должен вам сказать нашего принципа генерации или наших установок в том, что объем выходящего озона значительно больше, чем в известных современных генераторах озона. Оценка рынка показала, что такие наши генераторы возможно имеют области применения как водоподготовка, очистка воды, сточной воды, выбросы газового промышленных предприятий, дезинфекция крупных помещений. Все, что имеет достаточно большие объемы. И в том числе озонолиз и дальнейшая газодинамическая технология ЖТЛ. Современные озонаторы могут обеспечить те же самые объемы, о которых мы говорим, и те же самые области применения. Но при этом энергопотребление будет в 5-6 раз больше, чем у нас. И, соответственно, большие габариты. Мы закончили научно-исследовательские работы. мы сделали опытный образец на 3 килограмма озона и опубликовали основные результаты в различных открытых печати в различных источниках. Это академические известия РАН. И далее несколько конференций и промышленный журнал «Регионы России XXI век». Теперь немножко о физических результатах. Для диагностики понимания, какое количество озона мы получаем, нами были использованы два метода. Это химанализ и оптический метод диагностики в луче гелиньонового лазера. Как известно, озон очень хорошо поглощает красный гелиньоновый лазер. и по степени поглощения очень хорошо можно понять, какой процент озона содержится в выходной по сравнению с входной средой. Промышленная опытно-промышленная диагностическая проставка здесь видна на рисунке и отличие от простой проходной системы заключается в том, что в этом случае у вас в каждой проставке через газовую среду луч лазера проходят 6 раз. Результаты эксперимента представлены на этом примере осциллограммы прохода гелениума лазера через озон. Вот эта часть это доска включения установки. Дальше мы включаемся у нас и на вход имеет обыкновенный воздух. В воздухе ничего не поглощается. и как только мы начинаем генерацию озона путем подбора соответствующих параметров на входе электрической системы питания пошел озон и пошло поглощение красного луча и мы видим в нижней части приведенного рисунка какой процент озона мы имеем на выходе. Какое это имеет значение сейчас мы увидим на этих приведенных характеристиках сравнительных характеристиках нашего генератора озона с известными промышленными генераторами озона и российских и зарубежных фирм. Если как правило меньше одного процента в современных озонаторах мы имеем порядка от 2,5 выше процентов озона и соответственно за счет этого мы получаем очень приличные объемы выхода в промышленном исполнении. Лабораторная установка абсолютно понятна. Это разрядник, два электрода, система подачи воздуха с скоростями порядка от 50 до 100 метров в секунду. Доведенный образец до полупромышленного вида это уже промышленный вариант. Разрядник уже имеет совершенно другой вид. вот эта система она могла работать в течение трех минут. Дальше происходило точно такое же как в экспериментах на водороде у многих других авторов. Разрушение кварцевой трубки, которая окружает место разряда вокруг электродов. В этом типе разрядника применено распределение газовых потоков почти как у Анатолия Ивановича Климова. У нас нет вихря, но тем не менее есть два газовых потока. Это один поток направлен вдоль кварцевой трубы по периферии разряда и второй поток идет через газовый разряд. Таким образом мы изолируем трубку. Она не перегревается и такой разрядник может работать практически бесконечное время, так как эрозия электродов у нас минимальная, поток скоростной, труба и сами электроды охлаждаются очень хорошо и основной горячий поток выносится за пределы разрядника весьма эффективно и с высокой скоростью. Сравнительные характеристики после испытания полупромышленного образца показывают нам, что при аналогичных мощностях измеряемых в граммах в час генерации озона мы против конкурентов имеем по крайней мере от двух до четырех единиц меньше потребляемой мощности. При одинаковых габаритах все результаты опубликованы патентованы интересно то, что при изучении разряда и при изучении при проведении экспериментов на этом разряднике в данной воздушной среде мы все равно наблюдали трансмутацию элементов на катоде и наблюдали выход в виде медной пленки на внутренней поверхности кварцевой трубы. Но это отдельный и совершенно интересный пласт наших исследований, о котором я в дальнейших наших докладах буду вам рассказывать. Спасибо за внимание, прошу вопросы. Это Михаил Луриевич, это все или еще вы будете давать что-то? Нет, сегодня все. Это вы закончили, правильно я понимаю? Если у кого-то надо сказать слово, что я закончил. Ну пожалуйста, у Чепелева есть вопрос. Да, здравствуйте. У меня вопрос по поводу электромагнитного излучения. Вы еще раньше упоминали, что подобные установки они производили излучение электромагнитного излучения. про это излучение могу поподробнее сказать его характеристики, может, есть ли оно в этих экспериментах с озоном и прочее. Спасибо. Владимир, понятно. В экспериментах с озоном, с воздухом никакого электромагнитного излучения нет. значит есть излучение только в водород содержащих независимо от того метана это или водород плюс аргон водород плюс гелий водород плюс азот водород плюс дейтерий особенно вот в тех газовых средах да наблюдается электромагнитное излучение можно привести конкретные характеристики если на входе мы имеем мощность электрическую мощность понятно источника питания среднюю электрическую мощность где-то порядка 15 киловатт электрическую то мощность в электромагнитном излучении составляет где-то порядка от 2 до 10 киловатт значит при этом конечно конечно же мы замеряли спектр этого излучения да нужно отметить что оно импульсно периодическое длительность импульсов составляет где-то порядка 500 мегагерц ширина каждого импульса частота следования импульсов от 500 мегагерц до гигагерца изменения длительности импульса и изменения частоты следования зависят от настройки разрядника конкретно от расстояния между электродами и соответственно конечно же газовой смеси наибольшая мощность наиболее короткие импульсы и наиболее интенсивные с мощностью до 10 киловатт это водород плюс детерий однозначно 10 киловатт это все-таки импульсная мощность не средняя наверное 10 киловатт это импульсная мощность это не средняя мощность средняя мощность от 2 до 5 киловатт Ну, вообще, Владимир, одиночные импульсы там в водородных наших экспериментах значительно больше имеют, значительно большие характеристики. Спасибо за ответ. Вот у Климова есть вопрос. Спасибо. Михаил, спасибо за интересную презентацию. Ты, правда, ничего не сказал. Я лучше всех, наверное, знаю о твоей машине, о твоих успехах, но, тем не менее, на современный уровень, в современном докладе, то, что ты делал, параметры твоего импульсного разряда, ты можешь привести скважность, длительность, импульсная мощность. Вот то, что сейчас Чепелев спрашивал, ну, оно и меняет гиресурность. Такая частота повторения. Демонстрация экрана. Попробуй нажать, может, там будет. Да, конечно. Попробуй телефон, но ничего не слышно. Сейчас меня слышно? Да, да, слышно. Слышно? Хорошо слышно, да. Сейчас я попробую поднять, так сказать, мощность. Я не знаю, как это все закроть теперь. Вот в таком, так сказать, прототипе, значит, который вы видите на, так сказать, экране, входные, так сказать, параметры, средняя, так сказать, мощность, так сказать, подаваемая на разрядник, составляет от двух до, так сказать, Выключи нажми и киловатт. Здесь опустить руку. От двух до, так сказать, десяти, так сказать, киловатт. Напряжение. Вот, вот, вот. Десяти, так сказать, киловольт. Длительность импульса, если мне, так сказать, не изменяет память, так сказать, несколько, так сказать, десятков наносекунд, наносекунды. Так сказать, частота следования. Я, честно говоря, сейчас, значит, боюсь, так сказать, ошибиться. Частота следования. Ну, где-то порядка, так сказать, несколько сотен, значит, микросекунд. Нет, стоп. Нет, стоп. Оследование не в микросекундах, давай, либо в частотах, либо во временах, так. Стоп. Частота следования, значит, так сказать, интервал между импульсами от одной до пяти, так сказать, микросекунд. Ну, то есть, скважность у тебя порядка, там, что получается, десятки, не меньше. Да, да, да. Смотрите, одна микросекунда – это один мегагерц. Соответственно, пять – это двести килогерц. Так, довольно много. Да, много, много. На заднем фоне вот такая морковная, так сказать, конструкция, которую вы видите вот там, да, вот видно сейчас, за разрядником. Это… Ну, да, труба такая, морковная труба, да. Да, вот в этой, так сказать, трубе, так сказать, располагается система, так сказать, конденсаторных, так сказать, емкостей, которая, собственно, и, так сказать, регулирует вот эту длительность и частоту следования совместно с, так сказать, расстоянием между, так сказать, электродами и емкостями, так сказать, индуктивностями, так сказать, подводов к, так сказать, разряднику. И, так сказать, благодаря вот именно этой, так сказать, конструкции мы достигли таких параметров. С этим делом мы, так сказать, провозились, ну, наверное, года три, пока, так сказать, достигли того, что надо. Что, вопросы есть у кого-то? Ну, спасибо Михаил Юрьевичу за презентацию. А, нет, вот есть еще кто-то еще. Анатолий Климов еще один вопрос хочет задать? Не, 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 не хочу. Не хочешь, да? Ну, тогда, видимо, все. Ну, совершенно. За вопрос можно задать или нет? Да. Ну, можно задать, вы там тренируетесь все время, разговариваете, и не понимаете, что вас все слышно, поэтому я вас выключал все время. Задавайте. Значит, Михаил Юрьевич, я всем понимаю цель вашей работы. Это получение озона или в обычном разряде в воздухе еще 2 кисть азота получается. Она вам мешает или цель какая у вас работает? Генератор озона. Вот кроме озона вы еще получаете другие соединения, они вам не мешают? Нет, абсолютно. Ну, тогда цель какая? Если озон получает, то от вас требуют чисто химическое вещество, если вы его продаете. Зачем вам его с примеси? Не совсем так. Если речь идет о применениях, то когда вы обрабатываете воздух от всевозможных примесей, бактерий, то работает именно озон и одноатомный кислород. А все остальные примеси, они совершенно не мешают вам. Ну, это озонаторы, Толик. Это промышленные озонаторы. Это все промышленные озонаторы, они все работают на одном и том же принципе. И речь идет, вся борьба, вся драка идет только за экономику, за деньги. Значит, если вы потратили на один килограмм 11 киловатт, а мы потратили 3 киловатта. Вот в этом разница. Значит, только в этом. Ну, конечно, вопрос Никитина абсолютно справедливый, потому что окислы азота, они чрезвычайно вредны. И поэтому, если вы там что-то будете чистить, то, например, с помощью вот этого озона, то вы одновременно будете туда, в эту же среду подавать окиси азота, которые являются крайне вредными. Они кислоты создают и вообще просто напрямую вредными, ядами являются. Поэтому вопрос Никитина, конечно, справедливый совершенно. Но, видимо, пока вы еще до этого не дошли. Еще вопросы есть какие-то? Вопросов больше нет. Поэтому мы благодарим Михаила Юрьевича Марина за интересный доклад. Я все-таки хотел сказать, что он очень слабо подчеркнул. Но заметьте, пожалуйста, что это вот разряд с изменениями элементного состава, по сути дела, материального состава. И вот с этой точки зрения нас такая работа, конечно же, очень интересует. Спасибо, Михаил Юрьевич. У нас следующий доклад – это доклад Тетерина и Щербака. Они у нас тут, как я вижу, есть. Вот мне только их нужно… Да, спасибо, что Марин отключил свою презентацию, догадался до этого. Сейчас я попробую дать звук Щербаку и Тетерину. Вот. Сключили вот самостоятельно. Вот мы не слышим, поэтому, Валентин, давайте свою презентацию. Давайте. Нам нужно будет на зеленую клавишу нажать, и демонстрация экрана она называется. Ну, все, пошла ваша демонстрация экрана. Здорово, молодец. Добрый день всем присутствующим. Значит, на 22-й российской конференции по холодному ядерному синтезу и шаровой молнии был опубликован доклад «Простой низковольтный способ трансмутации химических элементов». Докладчик Щербак. В докладе было показано, что при изготовлении нано-порошков новым электродуговым методом в дистиллированной воде появляются новые химические элементы, не входящие в состав электродов. Применялся низковольтный генератор импульсов, подключенный к двум электродам. Один электрод механически был прикреплен к ультразвуковому вибратору. При работе вибратора он замыкал токовую цепь с частотой 20 кГц. При разрыве токовой цепи напряженность электрического поля между электродами доходила до 2 миллионов вольт на миллиметр. Происходил электрический пробой в жидкости. Плотность электрического тока достигала нескольких десятков тысяч ампер на квадратный миллиметр. При этом замечу, что на электродах присутствовало безопасное напряжение не более 15 лет. На основании данных химических анализов нано-порошков и поверхностей электродов, полученных таким способом, был сделан вывод о появлении новых химических элементов. Химические анализы проводились в Кубанском государственном университете с помощью японских приборов, энергодисперсионный рентгеновый флюороспектрометр Шамадзе 800 и на сканирующем электронном микроскопе ЖОЛ 7500. Этот микроскоп способен производить микроанализы поверхностей. Представленная ниже таблица, созданная группой сотрудников Института высоких температур под руководством профессора Климова Анатолия Ивановича, доктора физико-математических наук. Вот на основании этих анализов он сделал такую таблицу. Здесь видно, что некоторые элементы изменили свою пропорцию, а некоторые, вот три элемента, совершенно новые появились. Это титан появился, довольно, сколько ее концентрации, 1%, 0,9%. Вот, аргентум серебро, вот, и до 1,3 и 1,8% луценей. Лютесы, лютесы. Вот, на пластине это были, делали на алюминиевой пластине. На медной пластине мы получили новые элементы плюмбом, свинец, актиний и тулей. Вот, значит, что я хочу сказать? Ну, во-первых, поблагодарить Климова, потому что, если бы его не было, генератора и такого, и доклада этого не было бы. Почему? Вот, мы посидели вдвоем на море, на море посидели, на разные темы поговорили, и оказалось, что у меня есть генератор, вот, но не было, и есть ультразвуковой генератор отдельно. А теперь совместили или получили такой интересный вид. Теперь предоставляем, вот, я передаю слово другу, товарищу. Здравствуйте. Значит, настоящий доклад является презентацией настольной установки «Импульс-200», произведенной фирмой Кубальна. Электрические параметры, которые позволяют повторить вышеописанный результат, а также проводить новые эксперименты по холодному ядерному синтезу. В результате того, что подобных настольных установок, питающихся от обычной розетки, в мире не существует, за короткий отрезок времени при работе с установкой «Импульс-200» в домашних условиях удалось совершить несколько изобретений в различных областях техники. Уже подана заявка на предполагаемое изобретение, а именно низковольтный электрическовой способ нанесения покрытия. Оказалось, при малых напряжениях, особых параметров технологического тока и ультразвуковой частоте обработки деталей, можно сделать покрытие из любых ранее несовместимых металлов. Сейчас я открою презентацию оборудования. Мы ее готовили ранее, но так уж получилось. Покажем ее здесь. Вот это та самая установка настольного типа. Коротко о ее возможностях. Картинки не видно, ребята. Не видно? Нет. Сейчас, секунду, я переключу. Вы картинку не показываете. Это будет другой. Презентация-то другая, наверное. Нет, сейчас вы не видите экран. А, сейчас. Мы не видим ничего. Мы видим презентацию Щербака, а вашу презентацию мы не видим. Мы ее не запустили. Нажмите демонстрацию экрана, вот все, появилось. Появилось, да. Слева вот сам прибор, полтора киловатта мощности его, потребляемая от сети. Вот ручка. Вот это интразвуковое излучатель. Прокомментируем. Ну, давайте, если вы хотите картинки, это блок. Ты механически прерывал. И они тоже сделали, подали в интразву. Самого генератора. Катущего? Отключили. Право закреплена. Да, Никитину надо отключить. Он не понимает, что там все слышно. Они там все время совещаются. Сейчас я отключу его. Так, отключай, отключай. Поговори, говори. Поговори, давай. Извини, что я тебя... Да, да, извини, извини. Ну, значит, смотрите. Это коротко универсальная установка импульс-200. Значит, что мы с помощью нее можем получить? Мы можем получить наночастицы различных металлов и их сплавов, а также соединения наночастиц оксидов, карбидов, сульфидов, нитридов и других. В зависимости от задаваемых условий размеры получаемых частиц ввалируются от единиц до сотен нанометров. Это первое, что, в принципе, она может делать. Второе – это электроплазным методом наносить покрытие различных металлов. Таких мягких, легкоплавких от мягких, легкоплавких до твердосплавных и тугоплавных без глубинного нагрева деталей и с высоким качеством отъезда. Толщина наносимого покрытия может изменяться в зависимости от задаваемых параметров установки и варьироваться в диапазоне от сотен нанометров до десятых долей миллиметра. Также методом сухой гальваники в скобках, да, вот мы видим, с отсутствием плазменной области наносить защитное или декоративное покрытие на поверхность металлов от десятых долей десятки нанометров за один проход. Ну, естественно, данная установка открывает широкий научный потенциал в различных направлениях, как физики, химии, биологии, медицине, фармацевтике, фанпромышленности и так далее. С помощью данной установки можно написать десятки научных статей по получаемым покрытиям и наноматериалам. Это кроме того, что порошок, в нем содержатся другие, так сказать, атомы, те, которые не были в этом. Но здесь про ХС речи не шло, мы как бы уже предварительно сказали об этом, поэтому пока здесь... Значит, я могу сейчас вам продемонстрировать видео, как работает установка. Мы сняли очень коротенькое видео, наверное, будет интересно. Сейчас я переключу. Пока переключаешь, сколько стоит такая установка? Ну, цена, она будет обсуждаться, пока еще она не определена прям точно, она будет еще в процессе обсуждаться. Так, сейчас вот я включаю видео, смотри, видно получается будет или нет. Может так получиться, что видео не получится, потому что я уже сто раз говорил, надо было запускать сначала, подвешивать, и только потом это возобновлять, а вот сейчас это может не получиться. Будем сейчас разглядывать. Сейчас картинку. Нет, не видим. Надо было видео запускать раньше, но, к сожалению, мы вот это вот вас не научили этому, а вы не сказали, что вы хотите видео показывать. Смотрите, запустите видео, потом нажать демонстрация экрана и выбрать тот экран, где у вас демонстрируется видео. Я понял. Ага, одну секунду, сейчас. Вот, должно сейчас быть. Видно? Да, да, да. Сейчас видно. Да, Саш, спасибо, процвирнул за... Это я прикрепил анод, я буду комментировать. Пластина может быть абсолютно любой, как бы, любой формы, геометрии. Ой, точнее, катод это я прикрепил. Это сейчас я прикрепляю анод. Тоже пластина медная. Держатель, в который зажимается пластина, она может быть... Ну, она сменная. Там зажимаются и круглые варианты, плоские. Ну, форма практически не имеет значения. Сейчас мы будем демонстрировать, как мы делаем нано-порошок. Используется керосин. Опять же, за счет низкой вольтной дуги мы можем использовать горучие смеси. Несерьезный здесь сам стакан. У меня более, так сказать, больший объем. Наливает он керосин сюда, учтите. Керосин. А внутри керосина будет плазма, температура на катоде и аноде около 3000 градусов, а в плазме 7-8 тысяч градусов в это время. Вот видите, как сыпется порошок с анодом. Значит, здесь немножко неудобно, конечно, было, в том плане стакан высокий, поэтому дугу получается зажечь с перерывами. Это он делал вчера, чтобы показать вам этот когда-то он взорвется, эта установка. Не, не взорвется. Взорвется. Климнов знает, что то, что может взорваться, взорвется. Он видел у меня дома приезжал. Ну, еще обратите внимание, что запуск очень простой. Мы включили кнопку и все, и буквально вот считанные минуты произвели порошок, потом методом отстоя либо центрифудирования мы извлекаем его из жидкости или если нам нужна эта жидкость, именно уже разбавленная порошком каким-то составом. здесь получится медь, но которая не окисленная. Этот порошок будет попробовать, если этим прибором, то он будет проводить электрический ток. А в деселированной воде там получается окис меди. Он проводить ток не будет. Следующий. Сейчас, так, сейчас, секунду, сначала включу. А теперь в ручном режиме мы наносим покрытие металлическое на конструкционную сталь. Это хвостовик от штангельциркуля шлифованный. В качестве электрода анода мы используем никель. И в ручном режиме наносим покрытие. Обычно никель на такую сталь не наносится. Надо подушку делать с другого материала. А что мы зависит сильно от площади электрода. Опять же, я быстренько взял никелевый электрод, чтобы было, подточил. Скорость, естественно, зависит от площади и от параметров. Именно никелем заинтересовались здесь, в Кубанском университете. и в этом университете. Почему? Потому что таким способом можно наносить никель на такие стали, на которые он не наносится без подушки. Еще сейчас я чуть позже покажу адгезию и исследовательские работы уже по поводу этого покрытия. Сейчас покажем видео, потом прокомментируем более этот капитал. Так, одну секунду, сейчас я прикреплю ЧПУ-систему. Она позволяет, получается, нам это делать то же самое. Сейчас, секунду, я открою. в данном видео мы видим в спросе сначала. Видно, видно, видно. То есть мы используем ЧПУ-систему примитивную, очень простую, то есть мы можем закрепить вибратор в БОСЗ и следовательно нанести покрытие любой формы и по сути на любую деталь. Но так же это можно сделать в ручном режиме. Ну, вот это просто краткая демонстрация, как это примерно происходит. Вот, то же самое сталь, вот только уже покрытие наносится. На какой сталь? Это конструкционная сталь обычно. То есть так, все, сейчас я тогда выключаю это. Открываем дальше презентацию. Да, вот мы видим презентацию. Ну, все, видео мы закончили. Значит, теперь фотографии. Да, фотографии сейчас мы... Или может и фотографии отрыл этот. Ну, давайте начнем с порошков, значит. Ну, сколько, сколько, Роман, сколько вам еще времени нужно? Да, немного, а сколько у нас есть? Да, да, немного. Ну, мы уже свой лимит закончили, но давайте в течение пяти минут заканчиваем. Ну, хорошо, по порошкам, значит, особо объясняться не буду. У них есть, у них есть. это на электронном микроскопе сделаны. Вот, давайте лучше посмотрим по покрытиям. Значит, это как раз-таки оптическая микроскопия никелевого покрытия на столе 3, зона 200 на 150 микрометров. Получается, фотография сделана в обычном свете и ультрафиолетовых лучах. В обычном свете мы видим, как бы, неравномерную структуру, ну, если это так отражает микроскоп, если присветить это в ультрафиолете, мы видим, что зона достаточно равномерная. Это то же самое сделано на электронном микроскопе, более, так сказать, глубинная фотография. это, значит, через специальную программу, специальный софт была выведена шероховатость покрытия. Вот, это еще первые экземпляры без шлифовки, покрытие получилось достаточно шероховатым, вот, и получается шероховатость достигала до 0,6 микрон. Ну, это вот, получается, уже, так сказать, в желтом свете. Как мы видим, это николевое покрытие на высокой тензельной стали. Это сталь, использована Калашниковой, разработанная концерном Калашниковой, бронебойная сталь, на нее сделали покрытие. Она обладает очень этими, ну, короче, ржавеет очень сильно, и получается... И они заинтересованы покрытием именно никеля. Это финишное покрытие. Значит, вот есть еще фотографии, это как раз таки, вот она, это сталь Калашникова, на ЧПУ сделаны эти кругляшки. Вот это справа фотография... Подожди, ты сам главный не сказал. Мы покрыли его сразу, непосредственно покрыли этим устройством карбитом титана. Карбитом титана. Это не эта фотография, это вот эта. Мы еще не дошли. Вот, это с правой стороны мы видим фотографию, это титановая пластина, на которой нанесена золотая, из золотого электрода, вот эта вот дорожка, она как в ручном режиме... Взяли как карандашом это нарисовали вот это одно и второе в этот. А именно золото, золото ни титан, ни на ножи стальные не наносится. Надо обязательно подложку делать медную. Я на своем ноже, тут его нету, написал, ну, тренировались, написал там Галя, 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 такое, чтобы видно было, что это едиот. Ну, это значит карбин, это туалет, нанесенный на пластину титана. Титана, сразу, непосредственно, без всяких, без ничего. Ну, это одна из первых. Сейчас очень хорошие пластинки мы отдали на исследование. На любой металл можно нанести карбин, и титана, и вольфрама, каких хотите. Ну, в принципе, как бы, в целом все. Вот, если какие-то вопросы по установке, они, надо вращаться на почту электронную, там уже будем сделать. То есть, самое главное для вас, что по ХЕСу эта установка может делать многое, но никто этим не занимался. Вот, я немножко поэкспериментировал еще на старой установке, увидели, что много слишком материала получается. Ну, конкретно надо, чтобы человек не перестали платить, естественно, кто же будет заниматься объективно. А вот это уже ближе нано-порошок, и после нано-порошка пошли уже изобретения. На два мы уже подали и на два надо еще подать. То есть, прибор такой, его действительно в мире нету, что поставил, на столе поставил, такие импульсы давал, и главное, что электрод один был прикреплен на ультразвуковой вибратор. И вот такие вещи очень интересные получились. Спасибо за это, конечно, Климову, потому что без него так вот мы сидели, нано-порошок он никому не нужен. Ну, не нужен, думаю, подали-ка. Попробуем сделать. В принципе, у нас все. Спасибо, спасибо. Уберите, пожалуйста, свою презентацию, выключите там вверху красную клавишу, выключите ее, пожалуйста. Вот, есть тут, есть тут, вот все, спасибо, вы сообразили, как это сделать. Есть у нас два вопроса, есть один вопрос от трансферного, я Даньяна. Пожалуйста, Александр. Добрый день, скажите, пожалуйста, рассматривали ли вы возможность использования вашего устройства в 3D-принтерах? которые работают? Да, конечно, рассматривали, там ведь, по сути, просто сейчас сделана элементарная ЧП-установка, там, как бы, она имеет низкие скоростя, малую точность, но если говорить о более качественном исполнении покрытия, там, ненесении различных форм, естественно, должна быть более качественная система, либо ЧПу, либо 3D-принтера, или вы имеете в виду, что именно наращивать 3D-модель с помощью покрытия? Да, 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 я вам рекомендую обратиться в Росатом, у них сейчас национальная программа называется аддитивные технологии, и вполне возможно, что ваше изобретение может быть использовано как раз в этой национальной программе. Руки пока не доходят, надо писать заявки, спасибо большое за рекомендацию, я понял. Да, спасибо за вопрос и за ответ. У Дангяна вопрос. Да, у меня, скорее всего, не вопрос, а наблюдение. Этим способом очень просто будет приготовить никелевую сетку и наносить палати для реактора мизана. Да, да, да. Ну, это правильное замечание, да. спасибо. И вот у Никитина вопрос. Да, Толик, давай, задавай. Валентин Степанович, у меня такой вопрос, ну, первый, наивный, конечно, электрон, который наносит, скажем, никель, это анод или катод у вас? Что подойдет? Ну, это анод. Анот, понятно. Наносится на катод. Хорошо, и второй вопрос такой, что, если это, скажем, те же самые 200 кГц у вас, не видит таких, ну, ступенечек будет с богатыми гармониками, вы просто на переднем, если вы ориентируете, будет то же самое, или нет? Это от режима, от режима зависит. И от частоты мы можем знать так, что будет в угарками, мы можем так, что оно плавно будет, это регулируется, все. Нет, нет, Валентий Степанович, вы не поняли, значит, если я возьму, например, серусоиду, ну, скажем, 200 кГц, обрежу, скажем, у него отрицательную часть, ну, с помощью диода, и у меня будут такие, ну, грубо говоря, полуволны. А второе, что вы делаете, вы ступенечками, где очень большой набор гармоник, там, кроме основной частоты, еще много гармоник, вот, эффект будет тот же самый, или нет? Тот же самый, у меня, у нас два прибора, делали, другой с оттой. А, да. И там, и там, одно икру. Все, большое спасибо, Валентий Степанович. Очень здорово. Там действительно, там действительно, на таких этих, ровный петик, таких токах, до 1000 амперов. Ну, да, главное, что были большие токи, низкие. Да, да, да. Единственное, просто я поздравляю вас, действительно, действительно, такие чудеса делать, такие простые способы. Жена, жалуется, что у вас нету в лаву. Ну, что делать, я тоже хочу, зато упоминались. Через год встретимся в лаву. Все вместе давайте, всю компанию. Ну, все, это встреча друзей, это другое, другое совсем будет. Спасибо за ответ. И у Климова, по-моему, есть вопрос, так? Ага, Валентий Степанович, ну, я рад вас увидеть, живым и невредимым в это сложное время. Значит, у меня вопрос простой. Вы не взвешивали, все-таки неизвестно, производительность вашей машины, значит, сколько вот этой мути, ну, то бишь, наночастиц в керосине, вы производите, ну, допустим, за час или за минуту. Значит, я раньше это мерял на меди, на меди мерял своей, но это мощнее установка, это от мощности зависит. У меня было, я мог сделать на меди 30 грамм за этот, 30 грамм за час, да, 30 грамм за час. Вот, но все зависит от металла. Если мы берем никель, это меньше, а если титан и вольфрам, это намного еще меньше в этом. Значит, от возраста 30 грамм за час, правильно? Да, это при комнатной температуре. Если я беру в жидком азоте, в жидком азоте делаю, тоже где-то раз в пять скорость падает, если в жидком азоте, но там получается наночастицы такие, что уже микроскопом даже не видно, что они сами могут лежать, лежать в порошок, и в этот проволоку соединяется. Была одна проволока, полежала, две стала, полежала, забрали, еще новая появилась, то есть очень мелкие наночастицы, чем холоднее, вот, жидком азоте, если я делаю, это можно не только в керосине делать, а и в жидком азоте. Вот в жидком азоте я делаю и получается очень мелкие. Ну, есть уже на 22-й день, когда я делал конференции, есть же фотографии. Спасибо. Спасибо за ответ. Ну, что, мы можем поздравить Валентина Степановича с прекрасной работой, ну, мы ее знали, знали очень хорошо, но самое главное, у него, как вот я вижу, возник молодой помощник активный, вот, Роман, значит, Тетерин, и вот это это самое главное, Валя, самая главная демонстрация, чего ты тут нам показываешь, потому что ты первый показал какого-то помощника, который вот действительно подхватит твое знамя и понесет его дальше. Вот это вот очень важно. Поздравляем тебя с этим. Спасибо, благодарим Щербака и Тетерина, значит, за интересный, очень интересный доклад. И у нас следующий, значит, вот докладчик это Савченко Алексей. Алексей, пожалуйста, подключайте свой экран. начинаем последнее на сегодняшний день. Отключи там видео у многих, потому что тормозит что-то. Более-менее нормально. Вот Алексей Савченко включил значит свою презентацию. Слушаем, Алексей. Сейчас я пытаюсь увеличить, но она почему-то не увеличилась. Одну секундочку. Ну, более-менее нормально. В общем, да, но хочется всегда, чтобы было лучше. Ну, да, ну, более-менее нормально, потому что у вас уж совсем времени будет мало. Давайте вперед. поддержание доклада представлено на слайде. Это задача исследования, конструктивные особенности... Алексей, ближе к микрофону говорите, не удаляйтесь от микрофона, так? Понятно. Конструктивные особенности стенда, значит, далее исследование процессов возможного образования дополнительной энергии в генераторах, исследование различных эффектов в воде или в генераторах при коллекционных воздействиях, природа возможного аномального тепловизделения и связь энтропийных потоков со странным излучением в лендропроцессах, ну, и возможное применение генерируемых энтропийных и антитропийных потоков. Ну, в настоящее время, в отличие, например, от 90-х, появление информации о возможности процессов с получением избыточной энергии уже мало кого удивит, но в 90-е годы эти эффекты, полученные разными методами, еще не были верифицированы и в большинстве своем оказывались фейковыми новостями. И на эту тему было, вы помните, несколько предложений Шаркова о создании программы по сбору и верификации всех необычных явлений в научных центрах, чтобы, как он говорил, отделить мух от котлет. И это сразу бы дало два эффекта. Во-первых, позволило бы избавиться от нападков официальной науки и найти новые направления, которые могли бы привести к научному и технологическому прорыву. Но, к сожалению, его идея не нашла поддержки в верхах. В то время одним из наиболее раскрученных направлений были генераторы, вихревые гидрогенераторы конструкции Потапова, которые выпускаются уже в промышленном масштабе и в которых он декларировал КПД или точнее коэффициент предпросования энергии в 400% ссылаясь на различные экспертные заключения, в том числе и в НПУ энергия. Мы решили исследовать эти процессы, используя вихревые генераторы данной конструкции и создав определенный стенд на их базе. Для оптимизации исследования была, естественно, предварительная проведена работа по сбору информации об этих генераторах составления предварительных гипотез о возможном механизме данных процессов, которые базировались на альтернативных подходах к строению материи и физических вакуумах. И вот эти подходы в последствии оказались применимы не только для этих, но и для других эффектов СОР более единицы. Я это в доклад не включаю, так как я первый раз, я не буду загромождать всем этим, это отдельный разговор. Итак, основными задачами работы являлись исследование процессов возможного образования дополнительной энергии вихревых гидравлических теплогенераторов, исследование различных эффектов в воде при вихревых эквиваляционных воздействиях, исследование связи энтропийных потоков, полученных на экспериментальном стенде, с потоком времени Николая Козырева и странным излучением в Ленар-процессах, ну а также возможные практическое применение генерируемых энтропийных и антиэнтропийных потоков. Эксперименты проводились на специально конструированном стенде, в который входили два вихревых гидравлических теплогенератора фирмы расскажу. Значит, один генератор был стандартной конструкции, другой экспериментальный, в котором можно было менять режим его работы, энергию, скорость и форму потока воды и вихря. В нем также был вмонтирован байпас для создания противотока воды, как в трубе ранка. Для получения полной информации о проведении различных экспериментов стен был оснащен датчиками температур, давления, расхода воды, устройствами для регулирования подачи воды и забора воды, чтобы анализировать его свойства. Также были размещены вставки в трубопроводы для воздействия на воду полями разной интенсивности. Температурные датчики были установлены во всех участках стенда, а также снаружи. стороны гидравлических генераторов для фиксации изменения температуры за счет возможных излучений. Обратите внимание, что на правом рисунке стен обмотан алюминиевой фольгой. Это было сделано в конце экспериментов из-за наличия неизвестного типа излучения, которое мы фиксировали термопару. А алюминиевую фольгу мы применили исходя из экспериментов Козырева, в которых он показал, что потоки излучения отражаются от алюминиевого покрытия. Ну и так, вода под давлением примерно 5 атмосфер, создаваемая цитробежным насосом, поступает в улитку, сделанную по типу спирали в улитку. После закрутки вода тормозится и в результате вихревых процессов кавитации и трения вода нагревается. Таким образом, в рабочей части вихревого генератора создавался вихрь жидкости по принципу трубы ранка, который затем автоматически скручивался в тороидное кольцо. Скорее всего, его структуру можно изобразить таким образом. Помимо основной задачи обнаружить избыточное тепловыделение, которое многократно декларировалось во многих газетах и журнальных публикациях, были запланированы чисто научные исследования. Это дополнительно планировалось исследовать вихревые процессы при разных режимах, а также эффект последействия этого деления энергии после выключения насоса, также исследовать влияние конструктивных решений, влияющих на формы вихря потока воды и так далее, ну и изменение состава теплоносителя, его свойства и прочее. Ну и возможные излучения, которые могут образовываться при работе вихревых гидравлических теплогенераторов. Итак, главная задача исследования СОР проводилась как по методике примененным Потаповым, так и по измерению общего теплосодержания всех деталей стента, включая как воду, так и конструктивные элементы. Этот второй метод не совсем удобен для массивных конструкций, зато он позволяет исключить всякие случайности. И как оказалось в результате, эти два метода показали совершенно разные результаты из-за структурных изменений в воде и более точным оказался именно второй метод. Потапов применял стандартную методику измерения для большого объема воды, когда учитывалась проходящая масса воды за единицу времени, ее теплоемкость и главная разница температуры на входе в систему, это перед насосом, и на выходе через теплогенератор, соотнесенный с нагретой массой воды, т.е. стандартной формулой уравняется МЦ дельта Т. Однако первые эксперименты показали, что если в воде особенно свежей, содержится даже небольшое количество растворенных газов, на данном случае водных, за счет резкого уменьшения давления этой водогазовой смеси на входе в центробежный насос, а он засасывает воду, создает разрежение, температура воды ощутимо уменьшается ниже средней. Затем после насоса уже температура повышается до средней или даже выше. Для проверки этого эффекта мы специально стали добавлять воду в воздух в значительных количествах от 1 до 10% по объему и стали получать температуру действительно до минус 30 градусов на входе при давлении значительно меньше атмосферного. Таким образом, согласно этой методике, можно получать КПД тысячи процентов и более. Таким образом, применение в принципе стандартной методики, но без учета аномальных эффектов, провоцированных выхлевыми и кавитационными объявлениями, это вот позволило Потапову декларировать столь высокий КПД на своих установках для нагрева воды. В наших измерениях мы применили более трудоемкий способ учета поглощенного тепла всеми компонентами стенды, отнесенные к затраченной электроэнергии. И в результате оказалось, что в обычных конструкциях в вихревых генераторах промышленного производства аномального тепловыделения не обнаружено, тем более 400%, как заявлено в работах Потапова. Но, однако, при некоторых режимах работы стенды, включая изменения состава воды и добавления в него воздуха, возникало кратковременное аномальное тепловыделение, но не более 20-30% сверста. Для объяснения данного эффекта не подходит гипотеза протекания реакции холодного термоядерного синтеза, так как не было обнаружено наличие альта-бета и гамма-излучения, а также высокочастотного электромагнитного излучения. Далее мы потом приведем нашу гипотезу механизм подобного тепловыделения, который, в общем-то, по-моему, универсален и характерен также и для Солнца, и для звезд. В процессе исследований на испытательном стенде были получены следующие основные аномальные эффекты, которые можно, тем не менее, объяснить генерацией энтропийных или антиэнтропийных потоков или формулировки козырева испускания или поглощения подоков времени. Если коротко, это скачкообразное повышение или понижение температуры стен экстенда, которое коррелирует, как правило, с противоположно направленными изменениями температуры воды. Локальное повышение или понижение температуры воды в зависимости от режимов работы. Эффекты последействия это повышение температуры воды уже после выключения насоса, ну и многие другие. Но, к сожалению, не все запланированные эксперименты мы успели провести, а дополнительно мы планировали влияние электрических и других полей на параметры работы, исследования химических, бактериологических и прочих свойств воды. Много данных оказалось необработанных, но нас неожиданно резко закрыли за антинаучность, но тем не менее полученные результаты имеют не только научный интерес, но и показывают возможное практическое применение данных эффектов. Чаще всего эти эффекты были выражены при небольших температурах, на скачке температур в воде и за пределами, но они также наблюдались и в конце работы, когда температура воды уже приближалась к 100 градусам и приходилось насос выключать, чтобы вода не закипела. Но следует отметить, что в своих экспериментах мы ориентировались прежде всего на подходы Николая Козырева, на открытые им его формулировки к этой излучении или поглощении потоков времени. Но мы их старались более четко интерпретировать как создание энтропийных или антиэнтропийных потоков. И что главное, на испытательном стенде они были усилены в миллионы раз, что позволило изучить их более подробно. Ну, известно, что все процессы во Вселенной происходят с выделением или поглощением энергии, а также с увеличением или уменьшением энтропии. Поэтому Козырев ввел условное метафизическое понятие излучения и поглощения времени, и оно, это время, охватывает все материальные процессы во Вселенной, то есть подход у него универсальный. Ну, согласно Козыреву, физические процессы излучающего времени увеличивают энтропию системы. Это, естественно, деформация тел, нагрев тел, поглощение света, растворение или перемешивание веществ, излучение астрономических объектов, третье испарение и так далее. Мы это трактуем как процессы, увеличивающие энергетическую плотность физического вакуума, то есть среда, в которой находится материя. Ну, а теперь в противоположности процессы, поглощающие время по козову, приводят к уменьшению энтропии системы. Это, естественно, охлаждение тел, изменение агрегатного вещества при охлаждении, увядании растений и так далее. Экспериментально зафиксировано, что процессы, увеличивающие энтропию, то есть излучающие по козову время, отталкивают кромысла крутильных лицов от процесса, а если у нас крутильные весы другого типа, поворачиваются против часовой стрелки. А при уменьшении энтропии, поглощении времени, идет оборот, поворот кромысла или диск крутильных часов в обратную сторону, а кромысла идет в сторону процесса. Физически, в нашем понимании, энтропийный поток это увеличенная энергетическая плотность физического вакуума данной точки от какого-то воздействия, воздействия в материальном же теле, которое связано с физическим вакуумом. Так как образуется градиент плотности по мере удаления от источника, то его можно трактовать как поток, особенно если источник все время продолжает работать. Соответственно, антиэнтропийный поток возникает, когда требуется поглощение энергии из окружающей среды и должен быть связан с уменьшением энергетической плотности физического вакуума вокруг источника. Но так как мы в данный момент находимся в физическом вакууме равновесной энергетической плотности, то как на создание уплотнения физического вакуума, так и на его разрежение требуются затраты энергии. И система физического вакуума при этом пытается прийти в равновесие, стремясь выровнять плотность, создавая поток, который естественно пропорционален градиенту плотности. Поэтому в экспериментах Козырева и шло отклонение стрелки плотильных весов в сторону выравнивания потока. Здесь в одну сторону, здесь, соответственно, в другую. Теперь перейдем уже непосредственно к аномальным эффектам, полученным на стенде. Наиболее интересные эффекты происходили при добавлении в воду от 3 до 15% по объему воздуха. При этом генерировался мощный антиэтропийный поток. Каким это было образом? Первые 30 секунд работы насоса, воздух промедлительно растворялся в воде с образованием сложного какого-то комплекса с нанопузыряками, приводящего к изменению фазового состава воды. Возможно, это вот тип капиллярной воды, а капиллярная вода обладает огромным поверхностным натяжением и для ее образования требуется заткрат энергии. Поэтому в первые секунды вся работа стенда 37 кВт, накачиваемая насосом энергии, поглощалась водой, и вода при этом не нагревалась. То есть, согласно гипотезе Козырева, в воде шли мощные антиэтропийные процессы. При этом на входе в насос в воде фиксировалось понижение температуры. И в то же время при холодной воде внутри трубопроводов первые секунды работы насоса термопары фиксировали скачкообразное увеличение температуры на десятки градусов на стенках то есть не в воде а на железных стенках трубопроводов. И вот этот скачок соответствует структурно более высокотемпературному состоянию тела с большей амплитудой атомов. Хотя по телесному ощущению естественно я палец сразу туда сувал оно оставалось холодным. То есть это согласно правилу Ленца а это универсальный закон как и закон сохранения энергии был ответ то есть возникал мощный уже энтропийный поток уменьшающий влияние процессов внутри источника. Это закон Ленца третий закон Гетона и так далее. Следует отметить что иногда даже при более высоких температур самопроизвольно возникали подобные взаимосвязанные скачки в воде вниз и одновременно с ними скачки температур на стенках трубопроводов контактирующих с водой. Другая часть экспериментов уже была направлена на генерацию внутри энтропийного потока. Для этого сначала вода водилась по объему где-то опять до 15% воздуха а затем добавлялось около 100 граммов трансформаторного масла. Общий объем воды в первом контуре был где-то 28 литров воды. За счет центробежного насоса и вихревых процессов воздух также образовывался сначала на пузырьки, но покрывающие их масло не давало возможности образовываться в капиллярной воде. Зато шло резкое растворение воздуха в воде. А это процесс экзотермический, он сопровождается выделением тепла. Это вот здесь видно на картинке. Сразу шло резкое выделение тепла. В результате происходило более быстро, чем трубой воды и генерировался энтропидный поток. А металлические стенки трубопроводов при этом контактирующие с болетью начинали охлаждаться. За счет создания в них антиэнтропидного потока согласно опять-таки правилу Ленца и принципу Леш-Ателье. И этот процесс стабильно повторялся при повторении условий эксперимента. В принципе вот этот эффект может быть использован когда у нас получаются антиэнтропидные стабильные эффекты для получения особо чистых металлов изъединений. Ведь термодинамически создаются условия для самопроизвольного уменьшения энтропии смешения. То есть становится более выгодно в состоянии исходных компонентов чем в состоянии смеси. и очистка от примесей и разделения изотопов только часть из возможного применения данных эффектов. Дополнительные эффекты, которые еще наблюдали, целый ряд интересных эффектов происходящих в воде при закачке в нее энергии мощность насоса 37 кВт. Это ингредиционные эффекты и вихревые эффекты. Но исследования проводились как в непрерывном режиме, так и в ступенчатом. И именно при прерывистом режиме чаще всего возникали новые эффекты и аномалии. Может быть, связано, что включение и выключение скачок почти в три раза был напряжением и тока. В зависимости от режима в байпасной трубе наблюдался как обратный противоток, так и прямой, хотя по теории должен быть только обратный. И иногда возникали также скачки непонятные температуры воды в нем. И также кратковременные скачки температуры наблюдали в разных частах стенда. Чаще всего после развихритель стояла решетка, от которой бился поток, и там была усиленная кавитация. Ну, тут мы уже не заморачивались с изучением этих явлений. помимо повышения температуры наблюдалось также локальное поднижение температуры. Вот тут видно на 10-50 градусов нижний средний. Это обычно при входе воды в центробежный насос и при наличии воздуха в воде. Насос на входе воды создавал разрежение, и хотя вода не газ, эффект оказывался схожим. Резкое уменьшение температуры воды в соответствии с уравнением клаузиуса и клаперона. Причем вода иногда охлаждалась до минус 25 и более. Обнаружен также эффект, вот очень интересный эффект, который у меня там потом будет в следующих докладах, самопроизвольного нагрева воды уже после остановки работы насоса. Причем в зависимости от режимов работы стенда и состава воды он мог достигать от 10 до 30 процентов от общей величины нагрева воды. Вот на левом рисунке он показан. Вероятно, он может быть связан как с переходом воды в разновесие состояние уменьшения классности, а также, скорее всего, с эффектом последействия, как в лендер-процессах. И тут я хотел бы отметить интересную закономерность, очень похожую на квантованность эффектов вот этого последействия. И в некоторых своих экспериментах, вот на правом рисунке Козырев, также наблюдал вот такие квантованность эффектов. Ну, исследование на наличие разного излучения ничего не показало. Было отмечено дополнительный интересный эффект растворения газов в воде более чем 400 раз, причем это свойство воды сохранялось очень долго, ну, в течение пяти минут после выключения установки, что говорит о том, что в ней происходит сильное структурное и физико-химические изменения. Проведены были первые анализы физико-химических свойств воды и обнаружено, что уже после первых минут работы меняется пашь воды, увеличивается и уменьшается эа, и валент, и самое главное, валент из некоторых элементов, например, ионы железа, хотя там вода и в принципе должно все коррогировать, а они из трехвалентного состояния превращались в двухвалентное. Это очень интересный эффект, немножко его коснулись, потому что, как известно, железо быстро коррогирует с образованием трехвалентной окости с фером 2 и 3. Но если окись двухваленная, вот как закись железа, это вот как на Кутубской колонне в Дели, которой полторы тысячи лет, то образуется защитная пленка, она не разрушается и препятствует продиктовению коррозии. Извините, вот сколько вам времени еще нужно? Ну еще минут наверное 10 нужно, но я позже начал, и в принципе остальные мои два доклада будут начать на короче, просто у меня первый очень большой. Просто у нас уже мы перебрали как бы общее наше время, попробуйте в течение 5-7 минут завершиться, так? Да, ну мы немного поняв этот эффект, и опять я не буду останавливаться, провели первые эксперименты, чтобы изменять энтропию, энтропийное состояние железа, и вот получили схожий эффект, но пока только 10 лет прошло, посмотрим, как дальше они будут вести. Ну еще вроде бы изменялся изотопный состав железа, как мне я давал, сказали, но я как-то этому не поверил, не записал, но это надо повторно провести, вода у меня еще осталась. Вот. Значит, теперь рассмотрим периоды возможного этого аномального тепловыделения и связь энтропийных потоков со странным излучением в лендерпроцессах. Ну, процесс изменения энергетической плотности физического вакуна, вызванный по всей вероятности эффектами излучения поглощения реликторов нитрина и антиметрина, я согласен с Александром Георгиевичем в этом смысле, могут приводить также к явлениям выделения энергии в материальных телах и скорее всего эти эффекты происходят на Солнце и звездах помимо термогейных реакций. Рассмотрим этот процесс более подробно. В физическом вакууме, существующей энергетической плотностью, электрон, это элементарный вихрь, находится в равновесном состоянии. Электрон представляет собой элементарную неделимую частицу и стабилен по массе только в физическом вакууме той энергетической плотности, в которой он был образован как вихрь. Меняется среда, меняется закрутка вихря. А зарядная же его стабильность сохраняется всегда, даже когда мы переходим от электронов на ионах. В соответствии с классической физикой элементарных частиц, изменение массы электрона возможно только в случае поглощения или отдачи им частиц, несущей массы. В случае электрона, это электронная антиметрина. Электроны, попадая в физический вакуум с меньшей плотностью, приходят в неравновесное состояние, так как степень его закрутки слишком полетна для этого физического вакуума. Масса электрона должна быть меньше, что должно обеспечить его стабильность в этом вакууме, а самопроизвольно он раскладываться не может. Поэтому он отдает физическому вакууму избыток массы, испуская электронные антиметрины. При этом электрон получает как при бета-распаде антиметрины импульс, то есть кинетическую энергию, идущую на разогрев среды, в которой находятся газовые, плазмные или воды. Затем диффундируя, возвращаясь в нормальное состояние, физическую вакуум нормальную плотность, электрон с меньшей массой, через какое-то время поглощая дополнительную массу уже в виде электронных антиметрина. И при этом поглощение опять получает бета-распаде. Если брать за основу известный физики процесс бета-распада, где электрон, вылетая из ядра, отдает избыток массы энергии в виде антиметрина средой, то есть процесс идет безвозвратно уменьшения этих реликтов антиметрины во Вселенной. Вполне возможно, что такой процесс происходит при плазменных разрядах в воде или другой среде с выделением избыточного тепла. Следует отметить, что подобный энергетический процесс, но только с электроматритом и случением может происходить и с наклонами в ядре, а также в лендер процессах. Он может быть связан также с осветимостью звезд. Но плода водорода протона и при уменьшении плотности физического вакуума при решении Вселенной или при подобных лендер процессах излучает уже не нитрина, а электромагнит и кванты, то есть тепловое излучение. И реликтовое излучение может являться следствием этого процесса. Я очень коротко, потому что это отдельная работа, отдельная работа. Теперь рассмотрим связь этих потоков со странным излучением. Как уже было показано, стенд был раньше обычного вида, потом мы обмотали фольгой для экранирования возможного излучения. Видите, какие скачки тут были снаружи. Когда показания термопар металлических стенок турбопровода подскакивали на 50 градусов и выше, но при этом при касании руками не ощущали нагрева, стенки оставались холодными. Поэтому вначале мы предположили, что это какое-то неизвестное гнито или прочее излучение улавливали термопарами и экранировали его. На самом деле это был энтропийный поток стенка, который фиксировали термопарами. Он является вторым необходимым компонентом создания странного излучения. Первым же является сам генератор энергии, создающий повышенную плотность физического вакуума и от него соответственно градиент этой плотности уменьшает. Тогда плазмоиды, зарождающие в булой плотной среде, другой уровень энергетической среды в физическом вакууме, чем наша материя, это стенки генератора, и неся вокруг себя это среду лапикально, дефундируют по этому энтропийному потоку, по градиенту уменьшения этой плотности вдоль энтропийного потока генератора. поэтому они проходят вначале через ближайшие стенки устройства без взаимодействия. Затем, теряя энергию с расстоянием и с ослаблением энтропийного потока, плазмоиды переходят в среду формальной энергетической плотности и или распадаются, или взаимодействуют как обычно в плазмоиде с пленкой, регистрирующей направление меньшего сопротивления по поверхности пленки, чему способствовать может как поверхностная энергия, так и статистические заряды взаимодействия с прозвоидом. Мне осталось две минуты. Теперь перейдем к возможному применению энтропийных и антиэнтропийных потоков. Как мы уже отмечали, искусственное генерирование энтропийного потока в теле в мишине возможно не только от антиэнтропийного потока по правилу Ленца, но и при длительном воздействии энтропийного потока от генератора. И тогда уже сама мишень становится вторичным источником энтропийного потока и в ней возникает увеличение энтропии за счет увеличения средней теплоемкости. Его можно также сконцентрировать в реколами козырева. Таким образом можно заставить металл плавиться даже при комнатной температуре, что актуально для химически активных элементов. При этом металл будет оставаться холодным и не взаимодействовать со стенками тигра. То есть, например, эфтектики плавятся при более низкой температуре, чем составляющие эфтектическую смесь фазы, за счет больше средней теплоемкости, меньшей температуры дебаи и следовательно большей амплитудой колебаний атмосфер. Следовательно, для разрушения их структуры при плавлении требуется меньшая температура и энергия. И похоже, эффект известен как депресс-мелтинг, или нано-поверхности порошков. За счет влияния сет поверхностного отъезжения имеет меньшую температуру плавления, чем сам металл. При этом, в них обнаруживается большая амплитуда колебаний атомов в кристаллической шутке, то есть, большая вибрационная тропия в сравнении с массивным металлом. В качестве генераторов можно использовать разного рода газовые разрядники, известные, работающие лучше всего в резонансном режиме, кавитации, в плазменный разряд в воде и можно их концентрировать также зеркалами козыря. А при искусственном генерировании тропийного потока и получении согласно правилу ЛЕЦ антинтропийного потока в обработанном металле можно менять направление различных физико-химических реакциях. Это для очистки растворов, получения разделения изотопов. Сейчас актуально азот 15-14, плутоний, уран и так далее. Но я пробовал вододатный огонь, пока опущу. И заключение, хотя это очень интересный эффект. Ну вот тут видно на слайде проявлено исследование процессов возможного образования дополнительной энергии, исследование различных эффектов в воде при их иных водействиях, проявлено исследование связи энтрофильных потоков, полученных на стадии с потоком времени козов и странным излучением и показано возможное практическое применение генерированных энтропийных и антитропийных потоков. Спасибо за внимание. Все. Спасибо, Алексей, за интересный доклад. Я, кстати, хотел сказать, что Алексей Савченко шифруется немножко, в нашем коллективе таком очень широком порекламирую вас немножко, скажу, что он, не знаю, может быть, уже не работает в Бачваре. Так вот. Я там работаю, мы по-хорошему договорились, я снимаю лейбл и говорю, что хочу, разрешите. Да, он, в общем, снял лейбл из того, что это институт Бачвара, известная организация Росатома, по сути дела, известная еще одна из первых, одна из двух первых, которые подключились к актной программе Советского Союза. Поэтому там люди, безусловно, квалифицированные и, как мы видим, Алексей Савченко к таким людям относится. Ну, какая-то тут вот наукообразие наведено, может быть, его, если так, не особенно повникать, экспериментальные, конечно, исключительно интересные. Теперь вот у нас есть вопросы. Вот Климов хочет задать вопрос. Да, Толя, пожалуйста. Ну, во-первых, я присоединяюсь к уважению и все-таки мухи надо отделить от котлет. Насколько вот все-таки было бы интересно послушать еще раз с центра поля ваш эксперимент и до деталей непонятно ничего, как устроен реактор, как устроен эксперимент, где находятся термопары, насколько они защищены от всяких там этих самых наводок и они меряют вообще, если вы рукой ничего не меряете. Вот это было, послушать, это было очень интересно, а все ваше вот там какую-то значит парадигму. Энтропийные потоки, энтропийные потоки, да? Парадигма относительно электронов особенно, там электрон, там, извини, вихрь, который извергает из себя антинейтрина, давайте об этом отдельно, с кем угодно, но только не на этой конференции. Я совершенно с вами согласен. Очень большой, я первый раз здесь, очень большое, много информации, которая, в общем-то, опубликована, но неизвестна вот данной научной тусовки, поэтому мне пришлось вот так вот бегать. Но касается вот этих заземлений, проверки вот этих эффектов и так далее, вы знаете, сколько было желающих ткнуть меня лицом в грязь, проверяли, ничего найти не могли. Конечно, может быть, объяснение мои и чисто своеобразные. Я знаю там много теоретиков, как Александр Красфердин говорил, очень много теоретиков этих эффектов и все они друг друга сильно не любят. вот, 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 скажем так, вот, прошло лет 20-25 сначала не этих экспериментов, а когда у меня возникла вот эта вот самая гипотеза, из-за чего это все происходит, я бы сказал, что сильно она не поменялась, только расширилась. Вот, что касается вот именно вот этих работ, то это не основная моя работа, основная моя работа это разработка новых материалов, технологий для ТВЭЛов, для различных и так далее, металловедий и прочее, это просто я как бы выделяю отдельное время, когда можно этим заняться, и тогда политическая ситуация позволяет. Вот, а так у меня очень спасибо, в основном в основном был это не вопрос, был комментарий, и Алексей на комментарии ответил своим же комментарием, но я бы хотел сказать вот, Анатолий Иванович, я думаю, что можно пригласить Алексея Савченко, вот мы же семинар-то будем проводить, я думаю, несмотря на то, что конференция когда-то закончится, через несколько дней, вот, и мы можем, вот, адресат у нас уже есть, поэтому мы можем предложить ему выступить вот в схеме, которую ты сейчас обрисовал, более подробно, детальненько обрисовать именно без ля-ля вокруг электронов, а именно конкретно мы же экспериментаторы, вот, и конкретный эксперимент, и он тоже экспериментатор, вот, это было бы очень интересно, поэтому вот заранее, как бы, абонируем возможность пригласить Алексея. Спасибо. Теперь, значит, вот, Евгений Андреев хотел задать какой-то вопрос. Вопрос, пожалуйста. У меня вопрос к докладчику. Вы сделали заключение, очень серьезное заключение об изменении степени валентности железа, то есть фактически перестройка, а его атомная структура. Какие у вас для этого были основания? Изменение валентности, вы сказали, да? Да, это ваши слова. Да, да, значит, изменение валентности мы отдавали несколько раз на анализ воду, естественно, там много старается железа с тем железной, и все время, как говорится, получали, что железо двухвалентное, хотя, если там любую железя попустить в воду, она, значит, корродирует сфером 2-3 с двухвалентной. Ну, а дальше там уже мы пытались раскрутить это дело, вспомнили, под Кутубскую колонну в Дели. У меня очень много работ по металловедению, по смешению, расплавам и так далее и прочее, вот где мы подход нашли к энтропии смешения, к инфекционной энтропии, что она имеет не статистический, значит, математический смысл, а тоже является энергией. И вот часть на проатомиру и вот Александр Просвердин недавно опубликовал часть этих подходов, часть даже есть издания. Вот исходя из этого, значит, влияя на конференциационную энтропию, а она имеет энергетический текст, увеличивая ее, мы тем самым инертность материала повышаем. В результате вот при коррозии получается двухвалетка железа. Это тоже целое направление работы. ответ в основном получен, хотя, конечно, вот это наивное, извините, Алексей, что если грузить в воду, двухвалентное железо туда передаст. Нет, железо очень легко становится в воде двухвалентным и только потом почему-то становится трехвалентным. Но это целая история, я с вами согласен, тут нужно изучать. Спасибо за ответ. Есть еще у нас вопрос. Вот Савинков Геннадий, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за ваше выступление. Мне бы хотелось один вопрос задать. Вот вы говорили об излучении времени, поглощении времени, а физическая сущность времени вам понятно? Ну, это говорил не я, это говорил Козырев Николай. И, значит, семинар в МГУ Александр Петрович Клевич его вел, но сейчас он продолжается. Я только с третьего раза читая эти работы, они больше в физическом плане начали только в это вникать и понял, что он как бы все это, значит, что это основа вообще-то научная. Что касается времени, то вот если почитать Лазарь... Алексей, давайте мы про время сейчас рассуждать не будем, потому что время, действительно, вы правы, это целые семинары на эту тему есть. Это самое сложное понятие, потому что сначала возникло время, потом пространство, энергия, материя и так далее. Что такое время, я пока не знаю, даже боюсь, подвижаться. Здесь в этих экспериментах важно то, что человек демонстрирует, что работает двигатель, а вода не греется. Вот это самое главное. Это надо увидеть, услышать, и я могу подтвердить, что у нас получались в лаборатории похожие результаты, поэтому меня это интересует, но я не буду задать вопросы в одном каких-то следующих семинарах. У кого-то еще есть вопросы к Алексею Савченко? Нет? Тогда спасибо, Алексей, за очень интересный доклад. Вы, честно, новенький у нас человек, и это очень приятно, что вы такой квалифицированный товарищ. Я, кстати, могу сказать всем присутствующим, что он добровольно, доброжелательно, когда знакомился, подавал свои доклады, прислал огромную, не суперогромную, но подборку информации, вот, и оттуда я заключил, что по Лену, оттуда я заключил, что этот человек чрезвычайно информированный, что и, видимо, соответствует действительности. Вот, друзья, мы закончили нашу программу первого дня. Поздравляю вас, вот у нас тут 38 человек вытерпел до вечера, вот, вытерпел до вечера, это был сегодня последний доклад, потому что там еще есть один доклад, но мы его перенесли на завтра, это доклад Тарасенко. Так вот, значит, таким образом всю программу мы исчерпали на сегодня, и вопрос, я задаю, вопрос, аудиторию задаю, мы сегодня будем через час собираться на кругом столе, чтобы немножко полякать, или сегодня мы устали и уже собираться больше не будем? Вопрос, какова реакция аудитории? Я думаю, надо собраться, может, завтра я уже все забуду, что было сегодня. Да, хорошо, ну, вот это один, один, это Володя Чепелев, значит, позитивная такая вот реакция, Тимов помалкивает, потому что я видел, что он уже почти засыпает, и я знаю, что не так просто, Володя, ты во второй половине дня подсоединился, а первый ты где-то там болтался и не участвовал, по сути дела. Я сам в открытии тут с вами. Ты сам в открытии, ну, извини, тогда я что-то подзабыл. Ну, потом ты все-таки моложе нас, так раза в два с половиной, я так думаю. Поэтому есть еще какие-то, значит, вот соображения? Ну, например, вот Пархомова, давайте просим высказаться, нужен, Саш Пархомов, нужен, вот, поскольку мы задержались на полчаса, может быть, на полчаса позже начать. Вот хорошее предложение. Тогда давайте, поскольку мы, да, то не в семь часов начнем, а начнем полвосьмого. И долго не будем, но минут сорок обменяемся. Все, друзья, тогда на этом заканчиваем. вот Пархомов, как обычно, дал толковую идею. Сейчас мы закрываем нашу, значит, вот, конференцию, а через, по сути дела, час, сейчас 18.29, а мы в 19.30 соберемся на круглый стол и подведем итоги первого дня. Всем спасибо. Я завершаю. Субтитры создавал DimaTorzok.